О чем вообще думала компания Capcom? Добро пожаловать на WatchMojo Россия! И сегодня мы представим топ-10 самых глупых моментов Resident Evil. Прежде чем начать, хотим напомнить, что мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещение о наших новых видео. В этом списке мы расскажем о самых глупых и нелепых моментах в играх Resident Evil. Номер 10. Очки Вескера. Франшиза Resident Evil. Нет сомнений, что Вескер – великий злодей. Его аркопредательство героя в серии ради собственной эгоистической выгоды была отличным поводом сюжета. Но это не значит, что мы пропустим мимо некоторой из его причуд. Хотя Вескер изображается как всемогущий преступный гений, этот образ снова и снова портит его отказ снять солнцезащитные очки. Выбирая эстетику вместо практичности, каждый раз во время одного из сражений в Resident Evil 5 его побеждают Крис и Шева, выключивший свет, что помешало ему видеть. Просто сними их уже, наконец. Номер 9. Вступление с настоящими актерами. Resident Evil. Введение сегментов игрового кино в видеоигры редко было успешным. Даже в хорошей игре люди всегда задаются вопросом, почему они просто не использовали анимацию. Прецедент плохого примера игрового кино был создан Capcom, когда был выпущен первый Resident Evil. И удивительно, что посмотрев его, кто-то смог выдержать вступление, чтобы затем увидеть саму игру. Но вступление было не просто плохим. Оно было подвергнуто цензуре за пределами Японии. Были вырезаны изображения мертвых тел и краткая сцена, где Крис Рэдфилд курит сигарету. Номер 8. Рамон Салазар. Resident Evil 4. Если Вескер один из лучших злодеев игры, то Рамон Салазар один из худших. Нующий говнюк с раздражающим голосом, и Леон, кажется, совершенно не способен на самом деле убить его в Resident Evil 4, что ведет к куче мучительных встреч с отвратительным антагонистом. Сюжетная линия игры выкручивается как может, находя нелепые причины, чтобы оставить Салазара до конца. Например, когда Леон не попал в него, бросив нож, или когда Леон просто решил не стрелять из пистолета Салазару в лицо и покончить со всем этим. Номер 7. Квинт и Кит. Resident Evil Revelations. Персонажи, введенные ради смеха, неплохая вещь, но все должно быть сделано правильно, чтобы это не надоедало. Тем не менее, включение Квинта и Кита – это то, что, вероятно, не следовало делать вообще. Никому не нужна комедия, добавленная в коктейль игры в жанре survival horror. Квинт и Кит, или, называя их по позывным, придурок и точильщик, участвуют в неловких, несмешных сценах, вставленных в сцены экшена Resident Evil, которые игроки действительно хотели. Их глупость, дурачество раздражают, и, к счастью, они не появлялись в последующих играх. Номер 6. Столкнуть Nemesis. Resident Evil 3 Nemesis. Для игры под названием Resident Evil 3 Nemesis фактическое преследование Nemesisом Клэй Редфилд на протяжении всей кампании не так уж страшно. Из-за ограничений консоль игроки наблюдали длительные периоды загрузки перед катсценами и запланированными событиями, когда Nemesis действительно появлялся, разрушая все напряжение. Но сегмент, который превзошел все, это встреча Клэр и Nemesis на мосту, где игрок может толкнуть Nemesis через край в одном простом быстром событии. И он якобы должен быть страшным. Номер 5. Бицепсы Криса. Resident Evil 5. Resident Evil иногда терпит неудачу не только по части сценария игрового процесса, но и дизайна персонажей. Хотя большинство из них обычные заурядные герои видеоигр, в пятой части было высказано много критики в адрес персонажа Криса Редфилда, а именно его рук. Говоря прямо, у него пара смехотвор на огромных бицепсах, его мышцы настолько невероятно большие, что игрокам было трудно не шутить при любой возможности. К счастью, это было исправлено в его более поздних появлениях. Номер 4. Управление реактивным самолетом. Resident Evil 6. Предполагалось, что это будет самая масштабная и лучшая игра Resident Evil, в которой воплотится все, что Capcom выучили за 16 лет, создавая серию. Но по сути это была неузнаваемая игра с названием Resident Evil. Сегмент, где это наиболее очевидно, происходит во время кампании Криса, где игрокам придется сесть в реактивный самолет, чтобы уничтожить авианосец. Да, действительно, воздушный бой в Resident Evil. Когда вы закончите с судном, также появится огромный монстр, который вам нужно убрать, одновременно пытаясь освоить очень неудобную систему управления полетом. Номер 3. Весь сюжет. Resident Evil 6. С каждой новой игрой или фильмом сюжет и история франшизы Resident Evil становятся все более и более замысловатыми. Все это достигло апогея в Resident Evil 6, когда по своей сути сложный сюжет был просто историей о парне, который не мог заставить девушку полюбить его. Одержимость Симмонса адой, которую он клонирует, чтобы создать Карлу, в конечном итоге становится его провалом. Во время битвы с боссом, пройдя через дюжину различных форм от динозавра до гигантской мухи, Симмонса наконец толкают со здания и его пронзает насмерть. Потому что, оказывается, пули недостаточно хороши. Не секрет, что многие английские переводы японских игр полны ошибок. Но что-то можно считать ошибкой до тех пор, пока это не окажется плохим сценарием. Resident Evil не только сделал Джилл Валентайн мастером по взлому замков, но в один прекрасный момент ее чуть не превратили в Джилл Сэндвич, благодаря комнате с двигающимся вниз потолком. Вы могли бы подумать, что Барри отнесется к тому, что его партнер практически умер более серьезно, хотя Джилл тоже просто отшучивается. Возможно, это также упустили бы, если бы не пресловутая озвучка, которую мы все слышали. Прежде чем объявим первое место, вот несколько непочетных упоминаний. Номер один. Избивание валуна. Resident Evil 5. К концу пятой игры Вескер окончательно мутировал до неузнаваемости в гигантскую чудовищную тень его прежнего Я. Важная схватка с ним происходит на минуточку у действующего вулкана, что само по себе достаточно глупо. Но часть игры, которую игроки помнят наиболее отчетливо, это когда Крис, прокладывая путь Шебе, чтобы обойти коварную лаву, сталкивает в нее огромный валун. Или, скорее, бьет огромный валун. Это короткое событие, но тот факт, что Крис способен сдвинуть камень, который, по крайней мере, в пять раз больше его самого, говорит сам за себя. Согласен с нашим выбором? Какие глупые моменты из франшизы Resident Evil мы не заметили? Напиши о них в комментариях. Смотри другие интересные видео на WatchMojo Россия, подписывайся на канал и включай оповещения, чтобы смотреть новые ролики каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok